Сегодня российская армия одна из сильнейших в мире. Ее мощь составляют профессиональные военные, имеющие отличный уровень специальной подготовки и новейшие стратегические виды оружия. И боевая готовность российских вооруженных сил растет год от года. Армия получает новейшие образцы вооружений и военной техники, часть из которых не имеет мировых аналогов, а количество проводимых учений вселяет уверенность в надежной защите мирного населения страны от вероятной агрессии. В День защитника Отечества глава Славянского района Роман Синеговский посетил воинскую часть 25356, расположенную в Славянске-на-Кубани. Вместе с руководством части к памятнику воинам-ремонтникам, погибшим при исполнении долга, возложили цветы. Затем состоялось торжественное построение личного состава. Здравствуйте, товарищи! Здравия, славя, славя, славя! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! В праздничный день приказом командира воинской части военнослужащим за отличную службу были объявлены благодарности, присвоены очередные звания и вручены медали. Медалью за отличие военной службы второй степени. Личный состав части неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях, как на территории России, так и за её пределами. Однако, несмотря на непростые служебные будни, военнослужащие части активно участвуют в общественной жизни района, в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Это тот праздник, который объединяет все поколения защитников, и тех, кто воевали во время войны, и тех, кто, как вы, допустим, у нас, уважаемые наши товарищи, защищаете нашу Родину в мирное время. Как и вся наша страна, вооружённые силы испытали разные вехи в своей жизни. Но благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, благодаря вам мы выстояли, и сегодня мы гордимся нашими вооружёнными силами и гордимся российским оружием. Я вас от души поздравляю с праздником. Хотелось бы, чтобы мы праздники отмечали только в мирное время и жили с вами только в мирное время. С праздником! В честь праздника Роман Синеговский вручил памятные подарки военнослужащим, пожелав солдатам успешно отслужить, получить все необходимые навыки, жизненный опыт и вернуться домой, офицерскому составу и дальше проявлять свои лучшие профессиональные качества. В числе награждённых в этот день был сержант Ахмед Дударов. В воинской части 25-356 служит с 2016 года. Всё делается для того, чтобы эта профессия стала престижной. И вернуть ей престиж делается для этого очень многого. Естественно, это мой был сознательный выбор. И я думаю, здесь случайных людей не бывает. В армии люди приходят либо по призванию, но по-другому им здесь задерживаться не стоит. Все, кто у нас работает, служат, проходят службу, все ребята претерпевают какие-то лишения личного времени, каких-то моментов, но при этом служение Родине для них – это определение. Сегодня служба в армии стала почётной. И всё больше до призывников считают своим долгом пройти армейскую школу жизни. Я приехал из города Ейска, точнее, из Тенни-Старо-Червиновска. Это находится 30 километров от города Ейска. Служу я с 15 ноября 2019 года. Служба у меня вообще замечательная. Передаётся опыт от офицеров, прапорщиков, старшин. Я в армию пошёл осознанно. У меня вся семья служила и люди. Все были в армии, все служили. И, ну, так сказать, чтобы не подводить поколение, я также пошёл в армию осознанно, обдуманно. Вот. По рекомендациям семьи я пошёл, отучился на права категории С и попал вот сюда служить. Служу я три месяца, призван из города Краснодара военкомат по Западному и Прикубанскому округу города Краснодара. Служба у нас идёт достаточно интересно. Мы проходим подготовку по разным предметам боевой подготовки. Это и огневая подготовка, военная топография, подготовка по связи, ну, иные предметы. Служба идёт очень интересно. У нас здесь созданы все условия для того, чтобы можно было заниматься спортом. Оборудован спортивный городок, оборудован спортивный уголок. Служить в армии очень интересно. Многие из наших ребят планируют оставаться по контракту, то есть продолжить службу в нашей части. Служить ребята будут год. Полученные навыки обязательно пригодятся. Многие после службы решают связать свою жизнь с армией и остаться служить по контракту. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова